МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В советское время кормил добрую треть Азербайджана. И вот практически в таком же виде он дожил до сегодняшнего дня. Когда после распада Союза земли стали раздавать в частные руки, ивановцев не тронули. Заступился лично Гейдар Алиев. Русские люди остались в одном село, вокруг всего у нас азербайджанцы, мусульманцы. Поэтому мы попросили его, он разрешил и дал гарантию, стал гарантом нашего села. Как самых дорогих гостей, как братьев встречают товарищ Алиев, другие руководители республики, делегацию Российской Федерации. Азербайджан всегда отличался гостеприимством. Сюда очень любил приезжать генсек Леонид Брежнев. Он же в 80-е и забрал Гейдара Алиева в Москву, в политбюро. После объявления республики независимой Алиев вернулся на родину, был избран президентом, и отношения с Россией снова восстановил. А появились русские здесь еще в 18 веке. Императрица Екатерина массово переселяла сюда христиан-малакан из Тамбовской и Воронежской губерний за то, что молились они по-своему, не признавали крестов и икон и отказывались меняться. Сейчас вот Библия, а их Куран одно и то же написано. Там и написано, не украть, свинину не ешь, вот это не делай. И в нашей тоже так написано. Сейчас в Азербайджане живут больше 100 тысяч этнических русских. Естественно, уже не обособлено. Традиционно приглашают в гости на домашнюю лапшу и учатся готовить местный плов, долму и хачапури. Азербайджанцы, они умеют торговать и умеют красиво торговать. Мы сами бываем в России, в разных городах. Мы стараемся покупать у азербайджанцев. Русский язык в Баку как был, так и остается языком межнационального общения. В школах его изучают наравне с родным. А последняя тенденция в этом году русских классов набрали даже больше, чем азербайджанских. Азербайджанно-язычный, скажем так. Они говорят, что вот сейчас же идет глобализация. Они говорят, может через пару лет, три года мы уедем, будем жить в Москве, в России и так далее. Вот и в русском драматическом театре всегда аншлаги. После Чехова и Островского здесь решились поставить Лермонтова. Русский язык находится в ткани этого города. Он является его составной частью. Центр духовной жизни всех православных – Бакинский собор «Жон Мироносец». Построен в начале прошлого века на средства одного азербайджанского мецената. Реконструирован на пожертвование другого. Для нынешнего светского Азербайджана вполне норма. Здесь очень толерантный народ. Они не делят Дом Божий. У них так и называется – Дом Божий. Церковь – это мечеть или синагога. По-азербайджански это звучит «Аллахин яви». И действительно, они приходят в себя, как в Дом Божий. Они могут здесь и молиться, они могут здесь и свечки ставить. На землях недавно переданных церкви запланировали построить и новый культурный центр. Вдобавок к уже существующему. Евгений Рожков, Антон Чигаев, Евгений Музаковский и Шакир Эмин Бейли. Вести. Баку. Азербайджан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова